добрый день меня зовут найдем и в этом видео я хочу рассказать как связать вот такие вот круженные воротнички сейчас они снова вошли в моду носить их можно как на учебу так и на работу и просто это очень красивый аксессуар с рубашками даже видела носят их с водолазками даже с худи с толстовками то есть применение их очень широкое вот этот вот воротничок он темно-синий на видео он почему-то не передается а это точно такой же белый носить их можно двумя способами то есть либо сзади будет разделение и спереди он будет сплошным либо наоборот то есть по спинке он будет сплошным а спереди вот так вот можно пришить здесь пуговки одну пуговку и продеть через вот это вот отверстие застегивая либо можно как раньше на школьную форму эти воротнички пришивали значит оба воротнички на крахмаленым этот чуть чуть больше я добавила крахмала совсем твердый этот более эластичный получился то есть кому как больше нравится вязать воротничок я буду из стопроцентного хлопка мерсеризованного это аналог yarnart violet и мадам трикоте в 100 граммах здесь 565 метров белый цвет 1000 рекомендуемый крючок полтора но я буду вязать крючком 125 я нашла вот такой вот схему ссылочку на нее я прикреплю под видео но я ее чуть-чуть видоизменю вначале я добавлю ряд столбиков с накидами и вот эти вот кружки я буду делать не такие длинные цепочки то есть вот так вот я обрежу и буду вязать вот с этого места и также вот в этом месте я видоизменю то есть чередовать я буду только вот эти два более короткий я свяжу в начале и в конце а второй и третий кружочек вот ну как бы вот эти две полоски я и буду чередовать так что еще хочу сказать значит как каким образом вяжется вначале мы набираем наборный наборную цепочку потом провязываем по ней первый ряд столбиков с накидами второй ряд столбиков с накидами сеточкой то есть будем чередовать с воздушными петлями а потом начинаем вязать но уже не по кругу а вот таким вот образом вверх вниз вверх вниз давайте начнем набираем цепочку из 152 воздушных петель беру чтобы не было расфокусировки убираем 152 петли воздушные 152 петли набрали 3 петли подъема накид и в четвертую петлю то есть вот три петельки подъема в четвертую начинаем вязать столбики с накидом получается сто пятьдесят два столбика нам надо провязать в обратную сторону второй ряд в конце ряда делаем 3 воздушные петли подъема разворачиваем вяжем третий ряд накид в основание в первую петлю столбик с накидом далее вяжем сеточку 2 воздушные петли накид 2 петли пропускаем 3 вяжем столбик с накидом так повторяем до конца 2 воздушные петли накид 2 петли пропускаем в третью вяжем столбик с накидом вот так у нас остается одна петля в нее также провязываем столбик с накидом то есть мы начали заканчиваем двумя столбиками в начале ряда и начинали тоже получается двумя столбиками если считать петли подъема за столбик три ряда мы связали это изнаночная сторона переворачиваем лицевая лицевую сторону я определяю вот поэтому второму ряду то есть вот этот ряд у нас будет лицевой и сейчас мы начнем вывязывать наши сеточку с кружочками то есть уже вот таким вот образом вверх и вниз вверх и вниз не по кругу начинаем вязать вертикальные ряды как я сказала в начале видео вот эти вот цепочки сеточку я сделаю короче на одно звено то есть вот так вот первый вертикальный ряд я провяжу 7 воздушных петель для сеточки далее 3 воздушные петли подъема 9 петель я замкну в круг и буду обвязывать каждый вот этот вот кружок обвязывается 20 так 24 всего должно быть столбика с накидом но вот эти вот три петли подъема они считаются как столбик то есть 23 далее снова 7 воздушных петель и снова круг значит вязать первый ряд мы будем половину вот этого круга далее 7 воздушных петель круг полностью вернемся назад до вяжем вторую половину круга и вернемся и присоединимся к наборному краю и в некоторых местах мы будем соединять сеточку то есть сейчас все провяжем так начинаем воздушная петля 1 разворачиваем вязание вот наша лицевая сторона ориентируемся пока поэтому провязываем один столбик без накида и следующую второй столбик без накида все вот эти вертикальные ряды у нас будут выходить из вот этих вот столбиков с накидом значит 7 воздушных петель это сеточка далее 3 воздушные петли это уже будет нашим как бы первый столбик с накидом кольца 9 воздушных петель и замыкаем 9 воздушных петель в круг соединительным столбиком замкнули 3 воздушные петли накид и провязываем середину нашего колечка 12 нет 11 11 еще то есть 3 воздушные петли это как бы первый столбик всего должно быть 12 то есть еще 11 столбиков 1 колечко состоит из 24 столбиков половину его 12 получается 3 6 7 8 12 далее снова 7 воздушных петель сеты для сеточки и вяжем второе колечко 3 воздушные петли это один столбик с накидом будет считаться далее 9 воздушных петель и замыкаем их в круг соединительным столбиком 3 воздушные петли и нам надо связать еще 23 столбика то есть этот круг мы вяжем полностью потому что потом ну как бы 12 столбиков это его половина а потом мы пойдем уже вниз то есть всего мы должны связать 24 из них 3 воздушные петельки так вяжем 24 столбика с накидом наше колечко из 9 воздушных петель и Продолжение следует... Половина. Теперь мы уже вяжем как бы вниз. Возвращаемся вниз, вот сюда. Еще 12 столбиков. Подтягиваем. Если не хватает места. 11 и последний. 12. Теперь нам надо закрепить это все вместе. Вспоминаем вот эти вот 3 воздушные петли, которые как бы были столбиком с накидом. В третью воздушную петлю вводим крючок. Также вводим крючок вот в эти 3 воздушные петли в верхнюю. Раз, два, три. Вот она. И соединяем это все соединительным столбиком. Круг замкнулся. Далее вяжем 7 воздушных петель. Это наша сеточка. Смотрим, чтобы круг смотрел на нас лицом. Вот лицевая сторона. Вот изнаночная. Значит, лицевой стороной к себе. Соединительный столбик в вершину последнего столбика с накидом. Кругом. Такая вот петелька сеточки получается. И нам надо закончить вторую половину круга. То есть еще 12 столбиков с накидом. Такая вот петелька. Последний, 12 столбиков с накидом. Снова нам надо замкнуть кружок в третью воздушную петлю. Здесь у нас всего 10 воздушных петель. 7 для сеточки и 3 для колечка. То есть в третью вводим крючок. Вводим крючок воздушные петли уже вот здесь, самого кольца. И провязываем соединительный столбик. И заканчиваем снова 7 воздушных петель. Провязываем соединительный столбик в основание. И далее нам надо связать 3 столбика без накида. 2 под арочку. 2 воздушные петли в арочке. 1 столбик без накида. 2 столбик без накида. А третий столбик мы провязываем уже вот в этот столбик с накидами. Его вершину. Это самый короткий вертикальный ряд. Он у меня будет в начале и в конце вязания. Далее нам надо будет связать 2 ряда. Средней длины и самой длинной. Я их буду чередовать. То есть вот эти вот, которые в схеме есть, короткие ряды, я их исключила. Вы можете вязать по схеме. То есть будет больший изгиб вот этого вот треугольничка. Но я буду чередовать только вот эти 2 ряда. Значит, теперь нам надо будет вывязывать уже вот эту вот сеточку. Для этого мы провязываем 4 воздушные петли. Заморачиваем. И нам надо их прикрепить. Здесь всего 7 петель. То есть 3-3 в четвертую. Соединительным столбиком. Присоединились. Далее вяжем 7 воздушных петель. У нас вот это колечко состоит из 24 столбиков. Половина его из 12. То есть половина 6 столбик. Присоединяемся в 6 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительным. Чтобы у нас получалась сеточка. И далее следующее колечко должно находиться между вот этими двумя. Вот здесь. Для этого мы провязываем 3 воздушные петли. Это для сеточки. Далее 3 воздушные петли. Это уже для колечка. 9 воздушных петель для середины колечка. Замыкаем их круг. И провязываем не 12, а 6 столбиков с накидом. Для того, чтобы присоединить. 3 воздушные петли. И еще 5 столбиков с накидами. 2, 3, 4, 5, 6. То есть половину от половины колечка. Так. Теперь смотрим. Изнаночная сторона. Ориентируемся. Вот так вот удобнее. По этим кольцам. И нам надо присоединить это колечко, чтобы оно было вот здесь. Здесь у нас 7 воздушных петель. То есть в четвертую. Раз, два, три. Вот она четвертая. В четвертую петлю мы провязываем соединительный столбик. И продолжаем вязать наши столбики с накидом для половины кольца. Здесь у нас уже 6. Нам надо связать еще 6. Половина кольца готова. Давайте посмотрим, как это на схеме выглядит. Вот мы находимся уже вот здесь. То есть нам надо связать еще 3 петельки, присоединиться к середине кольца вот первого ряда и довязать очередной полное кольцо. То есть здесь мы его вяжем полностью. Не половину. И двигаемся дальше, как вот в этом случае. То есть мы связали половину от половины, присоединились. Еще половину. И теперь мы двигаемся сюда. То есть делим условно пополам. И идем вверх. А потом вниз. Значит, так. Провязываем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И присоединяемся в 6 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительным. Снова 3 воздушные петли. 3 петли для кольца. И 9 петель для сердцевины. 3, 4. Замыкаем круг. 3 воздушные петли. И вяжем еще 23 столбика с накидом в нашу сердцевинку. Всего, напомним, 24 у нас. Мы дошли до вершины. И теперь возвращаемся вниз. Вяжем еще 12 столбиков с накидом. Вяжем. Замыкаем вкру. Замыкаем вкру, подхватываем 3 воздушную петлю, подхватываем здесь 3 воздушную петлю и соединительный столбик. Здесь у нас 3 воздушные петельки, 3 воздушные петельки здесь соединительные, то есть нам надо провязать 7 воздушных петель. Когда мы возвращаемся вниз, всегда мы провязываем по 7 воздушных петель. Здесь могут чередоваться, иногда надо 7 провязать, иногда 3 и еще 3. Когда мы идем вниз, всегда 7 воздушных петель. 7 воздушных петель, соединительный столбик в вершину. И заканчиваем наше колечко 12 столбиками с накидом. Рис gebaut вверх. И так далее. 7 воздушных петель, вверх. И сейчас мы на steak 8 воздушные петель. Еще 6 воздушные петель. И заставляем наше колечко 12 столбиками. Здесь будет 20will has been ранее 8 воздушных петель. Здесь Adv Cortаев вверх. 5 раз. 12. Замыкаем кольцо в круг. 1, 2, 3, здесь 3. Соединительный столбик. Далее провязываем 7 воздушных петель. Мы идем всегда 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Присоединяем его. Здесь у нас 3 петли было. Значит, здесь отсчитываем 3 и в четвертую соединительный столбик, чтобы получалась сеточка. 7 воздушных петель и соединительный столбик на вершину столбика без накида в основании. Второй ряд у нас также. Вертикальный второй ряд у нас готов. Далее нам надо связать 3 столбика без накида. 2 по дарочку. 1, 2, 3, вершину столбика с накидом. Теперь мы начинаем вязать 3 вертикальный ряд. Он у нас будет самый длинный. 4 воздушные петли, поворачиваем и соединительный столбик в четвертую петлю нашей сетки. Видите, уже вырисовывается сеточка. Далее у нас 7 воздушных петель. И точно так же четвертую петлю 1, 2, 3, 4 сеточки. Снова 7 воздушных петель. Присоединяем их в шестой столбик колечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, и следующее кольцо у нас должно находиться вот здесь. Поэтому мы провязываем 3 воздушные петли сеточки. 3 воздушные петли это уже кольцо. 9 воздушных петель для сердцевинки. Замыкаем в круг. 3 воздушные петли и вяжем половину от половины колечка. То есть, всего должно быть 6 воздушные петли. посчитаем, вяжем еще 5 столбиков с накидом. половину от половины колечка связали. поворачиваем. Поворачиваем изнаночной стороной и присоединяемся. Вот 7 воздушных петель. То есть, мы присоединяемся в четвертую. 1, 2, 3, 4 соединительный столбик. Поворачиваем и продолжаем довязывать половину нашего колечка. То есть, еще 6 столбиков с накидом. половина колечка готова. Поворачиваем изнаночной стороной. Провязываем 3 воздушные петли сеточки. Присоединяем их в середину верхнего колечка 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 3 воздушные петли. И вяжем самое последнее кольцо самого длинного 3 ряда. Значит, это было 3 воздушные петли сеточки. Сейчас мы провязываем 3 воздушные петли для кольца. 3. Далее, 9 петель для сердцевинки. Так, 1, 2, 3, 6, 8, 9. Соединяем круг и провязываем колечко полностью. То есть, оно у нас здесь ничем не будет закреплено. Значит, 3 воздушные петли. И вяжем 12 столбиков с накидом до середины. И возвращаемся вниз, то есть, еще 12 столбиков с накидом. Лицевая сторона, то есть, мы вяжем по кругу по лицевой стороне. Всего должно быть 24. Включаю петли подъема. Включаю петли. Сцепая петли. Включаю петли. 24 замыкаем колечко в круг не забываем про вот эти вот три петли подхватываем подхватываем здесь 3 воздушных петель подъема замкнулась колечко возвращаемся вниз и вниз мы всегда вяжем по 7 воздушных петель здесь даже можно не смотреть на рисунок далее нам надо довязать колечко соединительный вершину 12 столбиков с накидом 2 половина кольца 12 замыкаем кольцо в круг двигаемся вниз к наборному краю 7 воздушных петель присоединяем их в середину из вот этих вот 7 воздушных петель то есть четвертую на 1 2 3 вот она 4 соединительный столбик снова 7 воздушных петель присоединяем их вот здесь вот для формирования сеточки четвертую и последние 7 воздушных петель присоединяем их уже туда вниз к наборному краю в наши последние столбик без накида его вершину далее у нас 3 воздушные петель 3 столбика без накида 2 под арочку 3 на вершину столбика формирующего арочки мы довязали 3 вертикальный ряд и далее я буду чередовать 2 и 3 ряд 2 и 3 самом конце я свяжу вот этот 1 и продолжаем чередовать 2 и 3 вертикальные ряды до конца сейчас выскочит время на которое можно вернуться чтобы начать вязать второй ряд вертикальный таким образом чередуем здесь у нас формируется сеточка чтобы постоянно не сверяться со схемой можно просто смотреть на предыдущий ряд то есть вот здесь вот мы должны смотреть как связан начало второго ряда то есть вот соединение далее 7 петель присоединяемся сюда а здесь нету этого кольца ну то есть 7 петель присоединяемся сюда колечко будет вот здесь вот таким вот образом продолжаем вязать схема очень быстро запоминается потом вы просто будете уже будет будет видно куда надо присоединяться где сколько петелек связать продолжаем самостоятельно так я подошла концу нашего наборного края чередуя длинный и средний ряд и последний ряд мы свяжем такой же коротенький как и вначале три столбика без накида 2 под арочку 1 вершину столбика 4 воздушные петли поворачиваем присоединяемся четвертую петлю 1 2 3 4 соединительный столбик и кружок у нас должен находиться вот на этом уровне то есть провязываем 3 петли 3 петли подъема для нового кружка 9 петель для сердцевины замыкаем серединку 3 воздушные петли и еще 5 столбиков с накидом серединку присоединяем в четвертую петлю сеточки 4 довязываем еще 6 столбиков с накидом кольца 3 воздушные петли и присоединяемся шестую в 6 столбик колечка еще 3 воздушные петли это на сеточку 3 воздушные петли на кольцо 9 воздушных петель на сердцевинку 3 воздушные петли и вяжем еще 5 столбиков то есть 3 петли подъема это первый столбик всего должно быть 6 3 петли 1 столбик 2 и еще 4 5 6 присоединяемся в арочку в сеточку четвертую петлю и довязываем это колечко до конца и то есть идем уже вниз в начале 6 столбиков 5 6 вот середина колечко и теперь возвращаемся вот сюда еще 12 вторая половинка кольца 6 6 6 9 10 11 12 12 13 15 15 15 13 16 15 16 16 20 16 20 21 23 22 7 воздушных петель как всегда вниз вяжем 7 присоединяемся вершину вот здесь вот колечко и довязываем вторую половину еще 12 столбиков и и и Замыкаем колечко, 3 петля, здесь 3, соединительным столбиком смыкаем, 7 воздушных петель для сеточки Присоединили, соединительный столбик в петли подъема Можно обрезать ниточку Еще одна воздушная петля Надо спрятать вот эти два кончика И нам осталось постирать воротничок, накрахмалить и заблокировать И он будет готов Он совершенно преобразится Станет ровный, прямой И все мы расправим Большое спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok